Этим франшизам все еще есть что рассказать. В этой подборке мы обсудим фильмы с наибольшим потенциалом для продолжения. Крик. Картина ворвалась в середине девяностых, как умная, сатирическая пародия на другие фильмы этого жанра. Но при этом ей удалось быть достаточно пугающей самой по себе. После первых двух фильмов качество слегка упало, но завязка хороша и вполне достойна дальнейшего изучения. Тем более если бы сиквел опирался на новые приемчики хоррора в последних лет. Телесериал Крик продлил франшизу, но нам бы хотелось его возвращение на большие экраны. К сожалению, смерть легендарного режиссера затрудняет производство следующего сиквела. Эйс Вентура. Без Джима Кэрри и его ролей в Эйс Вентуре. Тупом и еще тупее маски наше детство было бы совсем не таким. Его выдающаяся роль детектива, любителя зверей обеспечила Эйсу продолжение год спустя. Были мультсериал и триквел, но все без Кэрри, поэтому им не хватило его фирменной магии. Не пора ли актеру вернуться к истокам с новым фильмом Эйс Вентура и проблемы экологии. Подходящий момент для выхода фильма про братьев наших меньших. Сокровище нации. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Эта серия не такая мозговитая, как Кот да Винчи и не такая залихватская, как Индиана Джонс. Но это увлекательное путешествие по истории Америки на оба фильма заложили интересный, хотя исторически неточный, фундамент на котором легко можно выстроить еще один сиквел. А загадочная книга Тайн из второй части, это настоящая золотая жила идей для новых приключений. Казалось, что сюжет третьей части вот-вот преподнесут на блюдечке, но сиквел уже много лет находится в подвешенном состоянии. Маска. Пока Джим Кэрри снимает наше гипотетическое продолжение Эйс Вентуры, почему бы не снять и Маску. В серии комиксов-первоисточников очень много материалов для новых фильмов. А продолжение без Джима Сын Маски, это лютейший отстой. В 1994 году сумасшедшие выходки оригинальной Маски очаровали зрителей и на больших экранах появился новый тип супергероев. Учитывая засилье супергеройских фильмов сегодня, самое время вернуть зеленого весельчака назад. Мачи и Ботан. Основанные на одноименном телесериале эти фильмы превратили историю про серьезных полицейских в старшей школе под прикрытием в богохульное, буйное, комедийные боевики. Сатирический взгляд на подростковые фильмы перемешался с забавным закосом под полицейские боевики, это создало поистине уникальную серию комедийных фильмов. Ходили слухи о женском спин-оффе и даже красавере с людьми в черном, но с такими рейтингами далеко не факт, что когда-нибудь увидим продолжение. Кошмар на улице Вязов. Франшиза эта пережила почти столько же, сколько ее несчастные главные герои. Ничто не сравнится с оригиналом 1984 года, хоть и десятилетия спустя новый кошмар был очень близок. Ремейк 2010 года подвергся критике и в целом получил негативный отклик зрителей. Но Фредди Крюгер все еще остается иконой фильмов ужасов, преследуя нас в кошмарах. Может ли продолжение ухудшить ситуацию? Да, конечно. Но это может вернуть Фредди. Так что может и стоит рискнуть. Остин Пауэрс – это шебутная пародия на Джеймса Бонда и другие шпионские фильмы про приключения Пауэрса и его битвы с заклятым врагом Доктором Зло. История напичкана до предела поп-культурными отсылками, юмором и запоминающимися персонажами. Эта история – достойное вложение, даже если они составляют всего один миллион долларов. Попытки снять сиквел уже давно зашли в тупик. Но многие фанаты надеются, что похотливый шпион и его ужасный враг снова порадуют еще одним угарным приключением. А продолжение или реботы каких картин вы бы хотели увидеть? Пишите ваши варианты в комменты и давайте обсуждать. Также не забывайте про лайк и подписку.